Немецкий концерт Volkswagen запустил в серийное производство новую модификацию модели Golf с буквенным индексом GTE. Машина оснащена гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового турбомотора, объемом 1,4 литра, мощностью 150 л.с. и электродвигателя, мощностью 102 л.с. Любопытно, но электродвигатель размещен не самостоятельно, а в корпусе автоматической коробки передач с тремя сцеплениями, что позволило упростить компоновку гибридной силовой установки и облегчить конвейерную сборку машин. Как и остальные гибриды, Golf GTE способен работать в режиме электрокара. Официально емкости его аккумуляторов, расположенных в полу, хватает на пробег 50 км, а в режиме гибрида Golf потребляет на 100 км пути только 1,5 литра бензина. Кстати, несмотря на то, что из аккумуляторов и дополнительного оборудования GTE тяжелее обычного Golf на 150 кг, тем не менее, машина достаточно резвая. До 100 км в час Golf GTE разгоняется за 7,5 секунд. В принципе, эти заводские данные соответствуют действительности, если на машине гонять по заводскому полигону. Но в реальности эксперты, которым довелось уже протестировать предсерийный вариант GTE, заявляют, что на дорогах общего назначения емкости аккумуляторов у них хватило только на пробег 30-35 км. И это, заметьте, в теплое время года. А зимой, при 10-градусном морозе, емкость аккумуляторов падает на 50% и пробег машины сократится до 15 км. Ну а при минусе 20 об аккумуляторах можно и вообще забыть. Кстати, в режиме гибрида реальный расход топлива тоже не соответствует заявленным 1,5 литрам бензина. Средний расход топлива у GTE составил от 5 до 7 литров. В Германии гибридный Volkswagen Golf GTE будет стоить 36 900 евро. О ценных для стран единого таможенного союза, увы, пока ничего не известно, так как машина поступит в продажу только в середине будущего года. Субтитры сделал DimaTorzok